20 часов в Самаре. В студии Сергей Сергеев. Здравствуйте. О главных событиях в регионе в начале этого информационного часа. И вот о чем расскажем. На финишную прямую. Разработка концепции проекта международного межвузовского IT-кампуса в Самаре близится к финалу. Первую визуализацию покажем в выпуске. Добытый в последнем сезоне Кубок Федерации хоккеисты ЦСКА ВВС привезли своим юным боящикам из села Лопатино. О встрече школьников с ледовой дружиной через несколько минут. Четыре недели на выработку иммунитета. Октябрь, по словам врачей, лучшее время для прививки от гриппа. Почему медики настаивают на вакцинации, расскажем. На финишную прямую выходит разработка концепции проекта международного межвузовского IT-кампуса, который будет располагаться недалеко от стадиона Самар-Арена. Визуализацию одним из первых увидел Леонид Кошман. Образовательные, лабораторные, производственные, жилые помещения, зона отдыха, общественные пространства. Сейчас на финишную прямую выходит работа архитекторов над концепцией Самарского межвузовского кампуса IT-направления. На специальном совещании, которое провел губернатор Самарской области, обсудили ключевые детали проекта. Это центр Самарско-Толятинской агломерации, на сегодняшний день самой перспективной площадки развития. Это важно. Законченный облик, да, насвоение территории, чтобы у нас не было вот половинка здесь, половинка тут. Давайте об этом подумаем, как возможно совместить вот эти требования. Ну и, конечно, функциональность. Коллеги, ключевой момент это, помимо, конечно, дальше мы архитектурно обсудим и красоты, и задание стиля для всей территории, конечно, функциональность. В заседании приняли участие ректоры крупнейших вузов 63-го региона, которому и предстоит наполнять содержанием площадку представители министерств, общественности и, конечно, архитекторы, разработчики концепции. Сегодня процесс науки, в общем-то, невозможен без междисциплинарного общения. И вокруг этого общения у нас, в общем-то, всегда происходит какое-то главное пространство или главная зона кампуса. Но наша жизнь не состоит только из учебы и взаимодействия между студентами и педагогами, и кампус должен включать в себя еще и различные, ну, скажем так, развлекательные истории, и такие, как, например, фудкорты, такие, как, например, медицинский пункт, выставочная деятельность, студенческий клуб. И все это вот так вот немножко как бы вытекает в это главное пространство и связывает. То есть вот такой вот микс получается. Проект кампуса в Самаре получил прямую поддержку президента России Владимира Путина во время его встречи с Дмитрием Азаровым. А уже летом 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме в присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, министра науки и высшего образования страны Валерия Фолькова и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова было подписано концессионное соглашение по строительству международного межвузовского IT-кампуса. Он будет располагаться на территорию Самара-Арены, поэтому концепция должна задавать вектор развития самой площадки, отметил глава 63-го региона. Мы уже понимаем, что есть участок, в который мы должны вписаться. Ну и там, как говорится, из песни слов не выкинешь. Не вписаться. По большому счету вы задаете, понимаете. Но тем не менее. Вот почему еще важно так, что мы обсуждаем сегодня. Это не просто кампус, это фактически главный якорь, драйвер развития территории. Вы по большому счету задаете дальше и архитектурный стиль и так далее, и так далее. Вот это надо учитывать. Не вы вписываете. По большому счету, надеюсь, что вы нам дадите вот такой импульс, которым потом территория будет следовать долго и долго. Руководители вузов высказались за разделение образовательных лабораторных корпусов и жилых помещений. Мы пришли в результате, мне кажется, к такому соломоновому решению, что все-таки зона проживания должна находиться на некотором удалении, чтобы была возможность отдохнуть после учебы, после занятий, после научных экспериментов. Мы планируем в данном кампусе разместить на постоянное проживание около трех тысяч студентов, которые будут и жить, и учиться именно на территории Межиловского кампуса. При разработке проекта учтут предложения архитекторов Самарского политеха. Жить и работать в нем нам. Поэтому я считаю, что нельзя оставаться в стороне от этой истории и создавать именно... Он говорит, вы в ваших руках будущее, создавайте будущее. Это как раз тот момент, когда это надо сделать. И мы приложим все усилия, чего бы нам этого не стоило, для того, чтобы улучшить, во-первых, и концепцию, и, во-вторых, какие-то вещи, которые в будущем сыграют на развитии нашего общества. И это главное. Два больших подразделения на площадке Межвузовского кампуса рассчитывают разместить в Самарский медуниверситет, с инженерную медицинскую школу и полный цикл производства индивидуальных протезов из титана и керамики. Мне кажется, Дмитрий очень четко провел. Сфокусировались на ряде моментов. И то, что должна появиться некая управляющая компания, которая уже сейчас на старте должна работать и сопровождать весь процесс. Наверное, самая главная задача, которая ставится, вот попытаться интегрировать компетенции, опыт, знания разных вузов во благо создания с чего-то совместного, мне кажется, задача этим кампусом будет решена. Губернатор Дмитрий Азаров поручил доработать концепцию объектов кампуса. Уже в ноябре будет представлена обновленная версия. Леонид Кошман, Александр Каракулько, новости губернии. Почти 70 социальных и коммунальных объектов восстановят в этом году при поддержке Самарской области в Снежном. Напомню, с этим городом Донецкой Народной Республики наш регион заключил соглашение о взаимопомощи. О том, как меняются школы некогда шахтерского городка, в репортаже наших корреспондентов из ДНР. Груда батарей, горы парты и дверей. Кажется, будто на школу номер 15 в Снежном налетел ураган или по зданию прошелся мамай. На самом деле это все вынесли из-за старости и банальной непригодности. В школе почти 90 лет она пережила Великую Отечественную войну и за все это время не видела капитального ремонта. Здесь обветшали все коммуникации, а спортзал так и вообще закрыли еще пять лет назад. Крыша текла, а на стенах вырос грибок. Украинские власти попросту закрыли глаза и забыли, что на Донбассе есть дети и что они хотят учиться в нормальных условиях. Об этом вспомнила Россия и конкретно Самарская область, которая первой из всех регионов страны заключила соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи с городом Снежное. Все пришло в таком состоянии, что просто учиться невозможно было, поэтому мы очень рады, что этот ремонт начали. И благодаря Российской Федерации мы очень благодарны жителям Самарской области за то, что действительно мы увидели, что есть какой-то прогресс, и мы будем современными. К капитальным работам самарские строители приступили 1 сентября. 80 учащихся на время перевели в другое учреждение. И за столь короткий срок специалисты по-настоящему свернули горы. Заменили кровлю, подвели новые инженерные системы. Это свет, вода, тепло. Ведется демонтаж деревянных полов. Здесь было холодно, здесь было некомфортно, темно. Сейчас уютно, светло, тепло. Я думаю, это будет определять дальнейший настрой детей, которые здесь будут учиться. Я думаю, мы получим качественно другую молодежь. Темпы и качество работ капитального ремонта проверил в ходе своей рабочей поездки в Снежное временно исполняющий обязанности председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Работы ведутся в две смены. Строители стараются сдать объект в ноябре. Сейчас практически все объекты, которые восстанавливают при поддержке нашего региона, уже обновлены. Могу сказать, что в текущем году у нас масштабные программы. 67 различного рода объектов. В первую очередь, конечно, объекты ресурсообеспечения. Это замена больших участков тепловых сетей, водопроводных сетей, прочистка и ремонт канализации. Ну и, конечно, социальные объекты. В прошлом году мы сделали пять школ. В текущем году это две таких полноценных крупных школы. Для ребят из 15-й школы есть наглядный пример, как мечты сбываются. Это комплексная детско-юношеская спортивная школа Снежного. Всего пару лет назад она была в аварийном состоянии. Протекала крыша. Температура в залах не поднималась выше 6 градусов. Школу хотели закрыть. Руку помощи протянула Самарская область. В прошлом году здесь провели капитальный ремонт. Это непередаваемые эмоции. Если бы я была ребенком и занималась бы в таком зале, я бы сюда, не знаю, ночевала бы днями и ночами. Дети очень рады и тем более подтянулись многие после ремонта. Им хочется заниматься в красивом зале. Родители ведут. А наши дети радуются. И сейчас в нашем городе мы будем за сколько времени принимать первенство ДНР по волейболу здесь, в нашей спортивной школе. Вот так вот. Когда раньше до ремонта было очень плохо, то есть полы были, они такие неудобно, там не падать, ничего такого. А когда сделали ремонт, стало лучше, намного красивее. И вообще красиво вот так заходишь и прям приятно видеть. В школе занимаются почти 400 ребят. Тут работают секции греко-римской борьбы, тяжелой и легкой атлетики, волейбола и баскетбола. Кроме капитального ремонта у здания благоустроили прилегающую территорию, где установили спортивные площадки для игры в теннис и баскетбол. Теперь у воспитанников появились современные и комфортные условия для занятия спортом. А сама школа уже провела несколько турниров республиканского уровня. Открытое первенство Донецкой республики по греко-римской борьбе. Кстати, под эгидой Самарской области ежегодные. Это гню освобождения Донбасса проводятся. Под эгидой губернатора уже вторые прошли. Представители Самарской области были, дети Самарской области стали, кстати, призерами. Уже в ближайшее время в Снежнянской детско-юношеской спортивной школе может пройти открытый турнир по баскетболу. Идею о его проведении озвучил на встрече с молодыми спортсменами Виктор Кудряшов. Руководитель попечительского совета баскетбольного клуба Самара передал ребятам ценные подарки от игроков мужской и женской команды. Экипировку и памятные сувениры. С кем вообще бьетесь-то вообще? Ну, с другими школами. С другими школами, да? Какие-то республиканские есть? Нет, пока что нет. Пока нет. Пока что нет. Ну, вот по греко-римской борьбе проводили. Я тоже тут был, когда как раз отремонтировали этот спорткомплекс. Ну, теперь надо по баскетболу. Также к юным снежнянским баскетболистам скоро может приехать известный самарский тренер Борис Соколовский. Руководство спортшколы попросило его провести мастер-классы и повысить в мастерство местных воспитанников. Алена Власова, Сергей Павлов, Андрей Авдеев. Новости губерния. Снежное. ДНР. Хоккеисты в гостях у школьников. Команда ЦСКА ВВС вместе с тренерами приехала в село Лопатина, чтобы встретиться с местными учениками. Ранее спортсмены обещали своим юным болельщикам, что привезут им добытый в последнем сезоне Кубок Федерации. И слово свое сдержали. Светлана Стребкова продолжит. Школьники из Волжского района уже сами ездили в гости к самарской ледовой дружине. Общались с хоккеистами после одной из игр. Настало время обратного визита. Начался он с интерактива, во время которого юные фанаты могли задать своим кумирам любой вопрос. Многих интересовал финал первенства высшей хоккейной лиги, в котором летчики уверенно победили, выиграв Кубок Федерации. Спрашивали и про медали, и про вес экипировки вратаря, и про спортсменов, на которых равняются сами хоккеисты, и про первые травмы. Я очень сильно упал и сказал, что на этот лед я больше никогда в жизни не встану. Но получилось так, что я стал профессиональным хоккеистом, поэтому все бывает. Главное, опять же, не останавливаться, если нравится заниматься. Задать вопрос хотели очень многие. В зале и правда был лес рук. Интерес к хоккею у школьников неподдельный. Они старательно болеют за команду, на игры приходят классами и семьями. С родителями, с сестрами, братьями, нас много. Хожу и нравится. Мои мамы и папа эмоциональные люди, они прям вот болеют. Встречу организовало районное отделение «Движение первых». И не только, чтобы развлечь детей. Главная цель – профориентация. А вдруг у кого-то выстрелит, да вдруг кто-то решит связать свою жизнь со спортом, с профессиональной деятельностью, с тренерством, с педагогической деятельностью. И мы будем только рады этому. Полезно такое общение со звездами хоккея, еще и вовлечением в спорт большего числа детей. Это мужской вид спорта, поэтому для мальчиков особенно. Это все равно воспитание характера, чтобы и в жизни потом пригодиться, где-то дисциплина, характер и дружба в коллективе. Со сцены за парту хоккеистам предложили вспомнить школьные годы. Сначала они оказались на уроке русского языка и освежили знания на тему предложения. Что значит вопросительное, мои хорошие? Это предложение, которое требует вопроса, которое задает целью вопроса и требует ответа. Отвечаем второй ряд. Вторым уроком по расписанию шла технология. Егор Егоров пиццу и сосиски в тесте прежде готовил. А вот булочек с яблочной начинкой в его кулинарном опыте еще не было. Да и в современной школе такого уровня он побывал впервые. Школа новая, школа обустроенная, много всего для детей, много всего интересного. За детьми следят. У меня такого не было. От физкультуры хоккеисты ждали волейбольного турнира. Вот только привели их не в спортзал, а в аудиторию с зеркалами на стенах. После разминки под музыкальное сопровождение довелось парням не мяч кидать, а повторять за учителем энергичные, почти танцевальные движения. Светлана Стрибкова, Сергей Костин. Новости губернии. Материнский капитал со следующего года увеличит на 7,5%. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. Итак, на первого ребенка в 2024 сумма составит 631 тысячу рублей. На второго – 834 тысячи. Сейчас это порядка 587 и 775 тысяч рублей соответственно. Напомню, материнский капитал – один из главных инструментов нацпроекта «Демография». В этом году его размер зависит от количества детей в семье, когда родился ребенок или был усыновлен. Например, если первый ребенок появился до 2020 года, а второй – в 2020 и позже, то выплата сейчас составит чуть больше, чем 775 с половиной тысяч рублей. Если оба ребенка в семье родились после 1 января 2020 года, то на первого начисляется 587 тысяч, а с появлением второго – еще 188 тысяч 700 рублей. Направить материнский капитал можно на улучшение жилищных условий, на образование детей, на формирование накопительной пенсии матери, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции общества детей с инвалидностью. Либо можно взять из маткапитала ежемесячную выплату на детей до трех лет. Можно выбрать несколько направлений сразу. А сейчас к теме здоровья. Ежегодно 11 октября в мире проводятся масштабные акции, именуемые «Днем борьбы с ожирением». Это еще один повод привлечь внимание к проблеме избыточного веса. Чем он опасен и как с ним бороться, будем разбираться с экспертом. В нашей студии Ольга Сазонова, главный диетолог Самарской области, доктор медицинских наук, профессор Самарского медуниверситета. Здравствуйте, Ольга Викторовна. Добрый день. Прежде всего, скажите, пожалуйста, насколько велики масштабы проблем ожирения в нашей стране, то хотя бы в нашем регионе. Ожирение реально проблема. К сожалению, сейчас растет еще и детское ожирение. Тоже мы это наблюдаем сейчас. Около 50%, но здесь не только ожирение. Это и избыточная масса тела, и ожирение в том числе. То есть около 50% взрослого населения страдает этой проблемой. А вот вы говорите, и избыточная масса тела. Может быть, поясним нашим зрителям, что такое ожирение и избыточный вес, избыточная масса тела. Это разные же понятия. Да, это понятия разные. Всемирная организация здравоохранения сделала такую классификацию, где есть недостаточный вес, где есть нормальный вес, избыточная масса тела и ожирение. То есть по индексу массы тела, то есть каждый человек может посчитать, в какой он группе находится. В общем-то, эту можно классификацию увидеть в интернете. Там есть специальная формула. В зависимости от веса, роста, вы можете посчитать свой индекс масса тела и понять, в какую группу вы входите. То есть в зависимости от цифры индекса масса тела. Ну, отклонение от нормы. Там все это можно найти без труда. Во всемирной паутине, как вы сказали. И еще вы заметили, что растет детское ожирение. А почему это такой признак последнего времени, последних лет? Или так было всегда, в принципе? Или это то, что фастфуд, и сейчас детей балуют? Я думаю, тут много причин. Потому что у нас, во-первых, снижается физическая активность. То есть очень много... Сейчас посмотрите, сколько детей находятся в школе. То есть они у нас 2-3 часа, в лучшем случае, выходят из-за парты. Не всегда там бегают на переменах, потому что сейчас тоже очень строго везде. Все дисциплины, все ходят. А потом, конечно же, вот эта массированная реклама. Фастфуд. Я бы не сказала даже фастфуд, а именно продукты промышленного изготовления. Мы очень такое сейчас время, такое интенсивное. То есть мы бежим, у нас мало времени. Мало времени, чтобы самой приготовить, например. Мам, папа работают, все работают. Прибегают домой. И уже иногда зачастую после 7, а то и ближе к 9 часам вечера, начинается совместный ужин. Возможно, тем, что куплено было в магазине, приготовленное. А в магазине мы знаем, что... Ну, я всегда говорю, что в продуктах промышленного изготовления очень много скрытых жиров и скрытых сахаров, которые мы не всегда учитываем. Поэтому, я думаю, вот это питание такое и низкая физическая активность, оно приводит к избыточной массе тела и ожирению, ну, в общем-то, у всего населения. Ну, и у детей в том числе. И в том числе у детей, да. А все-таки вот мужчина или женщина более подвержена ожирению вот этим проблемам с весом? Подвержена ожирению больше женщины. Вообще, мужчинам повезло. Из-за того, что у них хорошая мышечная масса, и поэтому у них очень хороший обмен веществ. То есть если, например, они даже планируют снизить вес, то у них это очень быстро получается. Ну, то есть мы все-таки разные, да. И обмен веществ у нас разный, и женщины подвержены. У нас есть гормональные изменения, опять же, снижение физической активности, опять от возраста, да. То есть в любом случае набирать начинаем мы с возрастом, потому что, ну... А есть какой-то порог вот с какого примерного возраста в среднем начинается набор? Ну, в среднем после 45 лет. После 45? Да. Ну, лучше не доводить. Ну, лучше не доводить, да. В моменты и все-таки обращать внимание на питание и на свою двигательную активность. Какие причины вот вызывают ожирение и избыточный вес? Что этому способствует? Питание понятно? Здесь тоже надо смотреть, да, вы правильно сказали, бывает несколько видов, то есть несколько причин, или мы можем даже так же, как классификацию сделать. То есть первичное ожирение или алиментарное, то, которое зависит от питания. Есть вторичное, то есть ожирение как симптом какого-либо заболевания. В основном это эндокринная система. И еще, может быть, третий вид, это когда от применения лекарственных препаратов. То есть вот, и поэтому, когда всегда говорят там, как снизить вес, какую диету подобрать, сначала надо начать и понять, от чего это ожирение. То есть либо это проблема, какое-то заболевание, и надо начинать с него лечить, а не просто урезать калории человеку. Либо препараты. Либо на препараты такая реакция. То есть очень индивидуальный подход всегда. А кто поможет разобраться, какой специалист? Диетолог. Диетолог, да? Да, конечно. А вот другие врачи, эндокринологи, с ожирением убежать в первую очередь к диетологу или все-таки нужно сначала к своему какому-то участковому врачу-терапевту обратиться, я не знаю. С чего начать этот путь? Здесь начать можно, в принципе, правильно говорить, с терапевта, который уже, наверное, по жалобам, по анамнезу может потом подсказать. То есть если выявится какое-то эндокринное нарушение, то, конечно, к эндокринологу, да. И, возможно, мы иногда зачастую вместе, эндокринолог, диетолог, иногда еще и гастроэнтеролог. Такой консилиум. Да, у нас такой консилиум получается. Еще иногда и психологи, и психотерапевты, потому что есть расстройство пищевого поведения. Нет, тоже своя когорта людей, которые страдают этим. То есть серьезная такая проблема. И вот скажите, пожалуйста, когда нужно бить тревогу? То есть как понять, когда уже складочки на животе или когда прям сильный избыточный вес? В какой момент? Или можно по каким-то показателям определить, что он уже есть, и, в принципе, ожирение оно есть, есть же и целиарный жир, например, да, и внешне это не очень заметно. Вот когда, например, женщине нужно обратиться к специалисту? Ну, здесь все индивидуально. Индивидуально. Ну, опять же, индекс массы тела, о котором мы сейчас проговорили, да, он может показать… То есть нужно следить постоянно? Ну, не то, что постоянно, но если вы чувствуете какой-то дискомфорт, потому что, знаете, есть же девушки, которые приходят очень стройные и говорят, ой, я с лишним весом, пожалуйста, пожалуйста, мы смотрим индекс массы тела, там все нормально. Еще есть биопедансметрия, то есть это такое определяется как раз состав тела, то есть это уже самостоятельно нельзя, да, это надо идти к врачу, и можно там посмотреть состав тела, то есть количество жировой ткани, мышечной ткани, жидкости, то есть потому что иногда бывает вес повышается от жидко… ну, от наличия отеков в организме. То есть тоже выявляетесь… Чем грозит ожирение, почему с ним нужно бороться? Это сопутствующие какие-то проблемы, да, возникают со здоровьем? Ожирение – это риск развития очень многих заболеваний. Вообще считается, ожирение, как и еще около 80% заболеваний, они являются элементарно зависимыми. То есть это те заболевания, которые напрямую зависят от либо избытка питания, либо от недостатка, потому что есть же у нас еще и дефицит, не только избыточное употребление, и дефицитов тоже сейчас достаточно большая когорта людей, которые страдают этими вопросами. А и ожирение является риском развития, в первую очередь, от сердечно-сосудистых заболеваний. А как мы знаем, что смертность, в общем-то, от сердечно-сосудистой системы, от заболеваний сердечно-сосудистой системы стоит на первом месте. А еще помимо сердца, нагрузка на сердечно-сосудистую, что еще? Здесь еще у нас суставы, да, то есть также от питания не именно ожирения, а именно питания, да, то есть это и подагра может быть, заболевания, и сахарный диабет тоже риск развития заболеваний этих. Ну и, наверное, в завершение нашей беседы попрошу, если есть какие-нибудь универсальные советы для всех, какие-нибудь простые, которые позволят избежать проблем с лишним весом. Питайтесь рационально, у нас существует пирамида продуктов питания, она, конечно, очень большая, в которой стоят все шесть групп продуктов, и в идеале практически все шесть групп продуктов должны быть в вашем рационе, потому что надо бояться не только избыточной массы тела и ожирения, но и дефицитов, которые тоже могут быть в нашем организме. И, конечно же, наблюдайте, ну хотя бы раз в год проходить чек-ап и смотреть как раз свои показатели, и уже по показателям понимать, нужно ли обращаться к какому-то специалисту. Ну и вести активный здоровый образ жизни. Благодарю вас, Ольга Викторовна, за эту беседу, надеюсь, она оказалась полезной нашим зрителям. Напомню, в нашей студии была Ольга Сазонова, главный диетолог Самарской области, доктор медицинских наук, профессор Самарского медицинского университета. Всего доброго! И еще о здоровье и питании. Если нет времени или желания готовить, то вовсе не обязательно заказывать пиццу или поглощать вредный фастфуд. Лучше приготовить ленивые бутерброды. Это займет не больше пяти минут, зато вкусно и полезно. Какой хлеб в этом случае использовать, какой бутерброд не только не навредит, но и улучшит настроение, нам рассказала врач-нутрициолог. Бутерброды для ленивых. Естественно, нам нужен хлеб. Какой хлеб посоветуете? Хлеб – это источник углеводов. Они должны содержать минимум 50% от суточного колоража. Это желательно цельнозерновой хлеб, либо ржаной хлеб. Они более полезны, в них содержатся микро- и макроэлементы. Это витамины группы В, либо селен и железо. На бутерброд можем положить авокадо. Авокадо содержит ненасыщенные жиры. Эти жиры должны составлять от рациона 30%. Также содержит большое количество пищевых волокон, которые также очень полезны, будут полезны нашему организму. Классический вариант бутерброда – это хлеб, опять же, цельнозерновой. Можем использовать творожный сыр, далее авокадо. Добавляем немного лимонного сока и все это разминаем вилкой. То есть такую массу мы выкладываем на бутерброд. Это будет прям лучшим вариантом. Можно добавить рыбу. Рыбу либо яйцо, отваренное в консистенции паршот. Но с лимоном можно быть аккуратнее, потому что лимон у нас повышает кислотность в желудке. Что еще положим на бутерброд? Оттолкнемся от классических бутербродов. Вот наверняка мало кто пробовал сладкие бутерброды. То есть, допустим, на хлеб мы кладем арахисовую пасту, выкладываем банан нарезанный. Бананы у нас способствуют снижению холестерина, естественно, и небольших, опять же, объемах, количествах бананы тоже полезны. Какой еще есть полезный и ленивый бутерброд? Можно рассмотреть вариант с индейкой. Это просто отварная индейка, так как она будет полезна своими свойствами, количеством белка. И еще одним из свойств это триптофан. Это аминокислота, которая содержится в данном мясе, ну и вообще, в принципе, во всех мясных изделиях, либо в бобовых содержится. Также триптофан у нас вырабатывает гормон сертонин, который способствует нашему счастью. Вернемся к бутерброду. Бутерброды. Хлеб, отварная индейка, разрезаем, выкладываем. В принципе, отличный вариант с утра. Пищевые волокна, белок, все, что нужно нам для бодрого утра. Отлично. Это бутерброд для бодрого утра. Что, если мы захотим покушать на ночь? Для хорошего сна какой бутерброд посоветуете сделать? На ночь бутербродов я не советовала, так как перед сном нам нужно небольшое количество еды. Это желательно овощи и небольшая порция мяса, либо рыбы. В крайнем случае, можно также морепродукты. В зависимости от того, что вы предпочитаете. Есть желательно за два часа до сна, чтобы улегли мы уже с легкостью, не было никакой тяжести в желудке. В Самарской области продолжается вакцинация от гриппа. С начала сентября в регион поступило более 1 миллиона 200 тысяч доз вакцин. Чем так опасен грипп? Почему осень лучшее время, чтобы привиться? И сколько времени нужно на выработку иммунитета? Расскажем прямо сейчас. Валентине Дуняшиной 77 лет. Она проживает в селе Тошелка Ставропольского района. К своему здоровью женщина относится трепетно. Признается, болеть в ее возрасте совсем не хочется. Для того, чтобы обезопасить себя и своих близких и сформировать иммунитет, Валентина Анисимовна прививается ежегодно. Чтобы не болеть гриппом, поэтому прививаюсь. Я уже все-таки возраст у меня пожилая, а они не противопоказаны мне, поэтому я и рада прививаться. Скоро сказали, у нас будут от ковида еще прививаться. Будем от ковида прививаться. Вакцинация против гриппа включена в национальный календарь профилактических прививок. Медики подчеркивают, что эта инфекция является одной из самых опасных, так как передается воздушно-капельным путем. В число осложнений входит отек легких и головного мозга. Единственный надежный способ защититься – сделать прививку вовремя. Так, даже если вы заразитесь, болезнь пройдет в более легкой форме. Оптимальное время для вакцинации, по мнению специалиста, в сентябрь-октябрь, так как на выработку иммунного ответа требуется до четырех недель. В этот период выбран не случайно для того, чтобы у людей смогла выработаться защита против той инфекции, от которой мы прививаем людей. Это где-то примерно 2-3 недели для того, чтобы иммунная система смогла настроиться против инфекции. Те люди, которые вакцинированы, они легче переносят ту инфекцию, с которой они встречаются. С начала сентября в регион поставлены почти 1 миллион 200 тысяч доз вакцин от гриппа для взрослых, детей и подростков. Елизавета Должикова, Александр Александров, Новости губернии. Самое время сделать прививки и детям, утверждают специалисты. Этой зимой прогнозируют самый серьезный всплеск заболеваемости гриппом за последние годы. Можно ли предотвратить заражение и что для этого следует предпринять родителям, отвечает врач-педиатр. В этом году, возможно, даже будет несколько больше. 21-22 год и 20-й мало было случаев гриппа, так как все ковид у нас задушил, задавил вот эти вирусы. В этом году ожидается, это где-то декабрь, январь, самый пик января, и к марту где-то уже на спад идет. Первое, нужно обратить внимание, распорядок дня, правильный режим дня. То есть отдых должен чередоваться с учебой, с трудом. И обязательно контролировать, сколько ребенок проводит времени за компьютером, за просмотром телевидения. То есть младшие школьники не более двух часов в день должны это все. Ну, естественно, старшеклассники больше времени проводят. Тут уж, так сказать, положено им так. Но обязательно нужно делать перерывы между просмотром, то есть отвлечься, прогулки на свежем воздухе, заняться какими-то другими делами. Вот, это первое, распорядок дня. Второе, правильное сбалансированное питание. В питании детей должно быть достаточно белков, жиров, углеводов. Поэтому эти продукты, такие как мясо, рыба, фрукты, овощи, естественно, злаки, все это должно присутствовать на столе. Кисломолочные продукты, так как они содержат витамины, необходимые микроэлементы. Значит, сбалансированное питание. Третье, обязательно гигиен, рассказывать о личной гигиене детям. Естественно, маски, где большая скучность людей, не посещать кинотеатры, концертные залы и так далее. И мыть руки. Ты что, диван купил? Зачем? Ремонт же еще! Надо. Интермебель. И вам тоже надо. И смотрите далее в нашем эфире. Больше 99% городов и сел области охвачены цифровым вещанием. Специалисты отрасли из разных регионов страны обсудили в Самаре, как улучшить качество услуг. В один из логистических центров по Волжье отправили студентов из Чапаевска. Зачем их ровесники поедут в аэропорт Курумыч? Детали проекта «Моя профессия» в нашем материале. Корнхолл, колесо «Довинчи» и комплекты ручной работы от педагогов и школьников. В Самарской области люди с ограниченными возможностями здоровья осваивают настольные спортивные игры. Как проходят необычные командные соревнования, покажем. Развитие информационных систем и технологий обсудили в Самаре руководящие работники российской телевизионной и радиовещательной сети. Во встрече также приняли участие представители из Приволжского, Северо-Западного и Уральского федеральных округов. О «Сигнале к лучшему» сюжет Татьяны Пудовой. «Сигнал к лучшему» — девиз федеральной целевой программы телерадиовещания в России. Именно в ее рамках по всей стране аналог уступает вещание новому цифровому формату. Специалисты из Приволжского, Северо-Западного и Уральского федеральных округов собрались в Самаре, чтобы обменяться опытом. У нас есть в Самарской области очень неплохие наработки и технические. В том числе мы занимаем лидирующие позиции по качеству телерадиовещания в стране. В прошлом году мы стали победителями корпоративного конкурса и стали лучшим филиалом в нашей компании, в Российской Федерации. Поэтому есть что показать». Регулярное вещание Куйбышевского телевидения началось 65 лет назад. До цифры специалисты Самарского ОРТПЦ обслуживали 18 ретрансляторов. Сейчас это 184 объекта, в их числе 135 цифровых передающих станций, которые позволяют доставлять сигнал в самые отдаленные уголки региона. Зона покрытия цифровым ТВ на территории Самарской области сейчас составляет чуть больше 99%. Почти 90% — это зона охвата современного ФМ-вещания. Самарский областной радиотелевизион и передающий центр в числе первых в стране ввел в эксплуатацию полномасштабную сеть цифрового эфирного телевещания и обеспечил население качественным ТВ-сигналом двух мультиплексов. Для поддержки жителей региона по инициативе губернатора Дмитрия Азарова был создан оперативный штаб. Он в постоянном режиме контролировал процесс подключения к цифровому эфирному телевидению. Это действительно стал масштабным проектом. Правительство принимало участие в субсидировании покупки оборудования для малоимущих слоев населения. И это стало одним из самых масштабных проектов совместных между РТПЦ и правительством Самарской области. Совещание связистов продлится до 13 октября. Среди актуальных задач — сократить количество дней, когда будет идти профилактика оборудования. Повысить качество оказания услуг, а также охватить региональным телевещанием все, даже самые отдаленные населенные пункты. Реализован проект по строительству региональной сети эфирного телерадиовещания «Губерния». Построено и введено в эксплуатацию 173 объекта телевещания Самарского губернского телевидения. Кроме того, с 2014-го идет вещание радиоканала «Губерния». А в прошлом году к 10 уже имеющимся радиопередатчикам Самарского губернского радио ввели в эксплуатацию еще 11. Татьяна Пудова, Сергей Костин, Новости губерния. Познакомиться с работой крупного регионального предприятия и устроиться на работу. Такие возможности перед самарскими студентами открывает профориентационный проект «Моя профессия». Первая группа учащихся из Чапаевского колледжа имени Калычева отправилась в один из крупнейших логистических центров по Волжье. Подробности знает Мария Левина. Крупнейший логистический центр, который каждый день принимает, обрабатывает и отправляет несколько сотен тысяч заказов. Компания «Зон по Волжье», хаб которой находится в Чапаевске, открыла свои двери для местных студентов. В течение трех дней экскурсию по предприятию пройдут 90 учащихся Чапаевского губернанского колледжа имени Калычева и Чапаевского химико-технологического техникума. Они участники профориентационного проекта «Моя профессия», который предполагает посещение студентами крупных предприятий Самарской области. На самом деле здесь две цели. Одна из целей — это сохранение трудовых ресурсов на территории Самарской области. А вторая — это комплектование крупных предприятий Самарской области. Много предприятий, которые откликнулись на данный проект, и ждут студентов на территории своих предприятий. После каждой экскурсии студенты могут пройти собеседование с последующим трудоустройством. К примеру, на этом предприятии числятся тысячи сотрудников. Но уже сейчас компания заинтересована в дополнительных кадрах. А ближе к праздникам количество вакансий увеличится еще примерно в два раза. Хотим рассказать нашим студентам, нашему подрастающему поколению, как формируются эти заказы, какие есть перспективы нашей компании. Ну и приглашаем всех присоединиться к команде. Здесь мы можем сразу ответить нашим студентам, нашим кандидатам на все вопросы, которые их интересуют, и, соответственно, показать наглядно все, что предстоит им делать. У нас сейчас есть гибкий график для сотрудника, то есть это полностью индивидуальный график. Они могут совмещать его с учебой, никак не мешая. Плюс официальное трудоустройство для всех сотрудников. У нас есть вакансии операторов склада, то есть это обычные должности упаковщиков, комплектовщиков заказов. И есть также узкопрофильные специалисты и руководящие должности. Было очень интересно посетить, потому что давно заказывала там. Было интересно посмотреть структуру внутри, как все это происходит, механизмы. И, приехав сюда, я удивилась, какой большой склад, сколько работников. То есть структура очень большая, очень интересная была. Внутри структуру видишь и понимаешь, что все не так сложно на самом деле, как это выглядит со стороны. И появляется желание работать. В проекте «Моя профессия» участвуют различные образовательные организации региона. Их отбирают в соответствии со специальностями спроса, которые существуют на предприятиях области. Следующая группа учащихся отправится в международный аэропорт Курумыч. Таким образом, у начинающих специалистов увеличиваются шансы найти достойное место работы, еще будучи студентами. А предприятия, в свою очередь, получают молодых и перспективных сотрудников. Вопрос кадрового обеспечения компании региона стоит на особом контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Мария Левина, Сергей Александров. Новости губернии. Состязались в ориентировании на местности, отрабатывали метание гранат и ножей, демонстрировали силовую подготовку. Самарской области прошли областные военно-спортивные соревнования «Волжская застава». Их приурочили к 80-й годовщине победы советских войск в битве за Кавказ в годы Великой Отечественной войны. Своё мастерство показывали около 260 юно-армейцев и воспитанников военно-патриотических объединений региона. В категории «Про» первое место занял «Лазертак-клуб Волжская застава». Победителями соревнований в младшей категории стал юно-отряд гвардейца ДОСААФ из-за Отрадного, а в старшей возрастной группе первое место взял Тольяттинский военно-патриотический клуб «Рать». Эти соревнования мне очень сильно понравились. Дух команды был на высшем уровне. Поддержка была просто выше гор. Но что мне понравилось больше всего на этих соревнованиях – это новые виды препятствий. Больше всего мне понравилась, конечно, полоса препятствий, ведь на такой полосе препятствий я ни разу не был и получил очень большой опыт. На соревнования «Лазертак-клуб Волжская застава» собрались очень достойные участники, которые прошли достаточно серьезный отбор. В момент того, что сам соревновательный процесс – это то, что участники, ребята, могут познакомиться с другим, набраться опытом, поделиться им со своими товарищами, со своими друзьями. Областные военно-спортивные соревнования проводятся в рамках программы комплексного развития молодежной политики Самарской области и реализуются в рамках национального проекта образования при поддержке правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи. В рамках соревнований также прошла фото-выставка «Лица армии», на которой представлены фотографии участников специальной военной операции, а также экспозиции «Гордость и слава России в орденах и медалях» и «Нет выше чести, чем носить русский мундир». 82 года назад, 7 ноября, в Куйбышеве прошел парад, который продемонстрировал всему миру единство, стойкость и мужество советского народа перед лицом тяжелейших испытаний. Воспоминания о событиях Великой Отечественной хранятся в памяти ветеранов. Герой нашего следующего материала пошел на фронт, когда ему было 17 лет. О том, как он узнал о победе и как сложилась жизнь после войны, смотрите далее. Тимофей Наумов родился в Оренбургской области в 1926 году. Когда ему было 15, отец отправился на фронт и так и не вернулся. А через пару лет в 43-м на защиту Родину решил встать и сам. Так сдал экзамены и поступил в летное училище. Пришлось перебраться в Алтайский край. А уже после учебы в 1944-м Тимофея Яковлевича отправили в оккупированную Польшу. Победу ветеран Великой Отечественной встретил в Берлине. Признается, этот день помнит, как сейчас. Нам объявили, это 8 мая объявили, я знаю, что сперва не поняли, я знаю, что вроде прорвалось. Это немецкая танковая, знаешь, часть проживала, и к нам это вроде движется. А потом, а когда разобрали, был объявлен конец войны. И этот конец все выбегают, кто с автоматами на улице, кто с ракетницами, кто с чем. Но 9 мая 1945 года служба Родине для Тимофея Яковлевича не закончилась. Его гражданская жизнь началась лишь в 1951-м. Ветеран перебрался в Куйбышев, встретил супругу Любовь Петровну, с которой прожил вместе 62 года, устроился на завод. До самой пенсии мужчина проработал на прогрессе сварщиком, участвовал в создании ракеты, той самой, на которой полетел в космос Юрий Гагарин. Тимофей Наумов считает, что он очень богатый человек. У него двое детей, трое внуков и четверо правнуков. На вопрос, важно ли сохранять память о тех страшных днях и передавать память поколениям, отвечает немногословно. Без этого никуда. Это очень важно. Они как бы забывают иногда, что растет в такой стране, что об них заботятся. Все для них, ради них, все это делается сейчас старшим поколениям. На укрепление патриотизма подрастающего поколения и сохранение исторической правды направлен Парад памяти. Всероссийский проект, который посвящен шествию 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, запасной столице Советского Союза. Парад памяти впервые был проведен в Самаре в 2011 году по инициативе Дмитрия Азарова, ветеранских, общественных и молодежных объединений. Ежегодно мы чествуем и храним память о подвигах бойцов Великой Отечественной во благо нашей Родины. В этом году шествия посвятят как героям тех лет, так и защитникам Отечества, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Елена Крюнова, Елизавета Должикова, Алексей Гриднев. Новости губерний. Профессиональный присмотр и полезный досуг. В Самарской области открыли 20 центров дневного пребывания для инвалидов и граждан старшего возраста. Напомню, губерний – один из первых регионов России, в котором стартовал пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода. Центры дневного пребывания созданы в его рамках. Они представляют собой уникальные пространства для жителей, нуждающихся в особой заботе. Центры могут посещать люди, частично утратившие способность обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболеваний, травм, возраста или инвалидности. На базе учреждения проводятся занятия по восстановлению навыков самообслуживания, а также психологические тренинги, творческие мастер-классы, обучение правильному питанию и лечебной физкультуре. Также подопечные знакомятся с музыкой и фильмами разных жанров, биографиями выдающихся людей, изучают историю родного края. Услуги предоставляются по удобному графику до 4 часов в день на бесплатной основе. Как отмечают специалисты областного Минсоцдема, центры дневного пребывания – это хорошие подспорья для родственников пожилых людей. Сейчас центры открыты в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокобишевске, Чапаевске, Отрадном, а также в шести районах – Кенельском, Кенельчеркасском, Красноармейском, Пестравском, Сызранском и Безанчукском. Подробную информацию можно уточнить по номеру телефона, который вы видите на экране. В Самарской области люди с ограниченными возможностями здоровья активно осваивают настольные спортивные игры. В Воложском районе прошли командные соревнования по корнхоллу и колесу да Винчи. За состязаниями наблюдала Светлана Стребкова. Так масштабно в настольных спортивных играх волжане еще не состязались. Этой осенью на соревнования среди инвалидов ветеран элит с ограниченными возможностями здоровья в рамках 15-й паралимпийской спартакиады приехали представители всех 15-ти поселений Волжского района. Им предложили испытать силы в корнхолле и колесе да Винчи. Татьяна Игнатенко из Воскресенки привыкла держать себя в форме. Утро всегда начинает с зарядки. И в таких играх уже себя испытывала. Ну, в общем-то, не так сложно, но если немного тренироваться почаще, то будет лучше. А так, конечно, полезно. Вообще общение. Мы сюда приезжаем общаться. Какой-то получается драйв такой прям интересный. Борис Аверев – постоянный участник соревнований по всем игровым видам спорта. И не только. Есть успехи и в рыбной ловле. В прошлом мужчина-спортсмен. Считает физическую нагрузку неотъемлемой частью своей жизни. И теперь корнхолл покорился ему безо всяких усилий. Если бывший спортсмен, то несложно. А остальным уже глазомер, во-первых, в первую очередь нужен. Потом, значит, координация движений. Все это как раз совпадает и получается. Главное отличие этих соревнований в том, что игровые комплекты сделаны руками самих волжан, педагогов и учеников образовательного центра «Южный город». Такую работу мы делали впервые. В принципе, впервые. Не сказать, что было сложно, просто объемы были серьезные. И на базе школы. Но все равно мы справились, мы сделали это все. Сначала был материал, потом мы его сначала шлифовали, убирали все острые углы, потом выжигалось это все на станке, да, потом где-то надо, если было, что-то надо подделать, потом покрывалось лаком и забиралось. Игры получились качественные, с гравировкой и изрядной долей вложенной души. С материалами помогли партнеры, горох для мешочков дали фермеры. Учителя технологии помогли подобрать подходящую прочную ткань. Проще найти денег, купить и использовать в работе. Но вот это вот мероприятие, я сейчас смотрю, как реагируют люди, да, и кто как делал, например, да, и кто сейчас как вот участвует, совсем другие эмоции. Эти игровые комплекты передали в каждое поселение Волжского района. С их помощью можно будет и готовиться к общей паралимпийской спартакиаде, и устраивать свои местные праздники и состязания. Светлана Стребкова, Алексей Вельмискин, Новости губернии. В Самаре продолжается работа, связанная с регулировкой систем отопления. Напомню, в областной столице сейчас подключены к теплу все учреждения соцсферы и более 95% многоквартирных домов. Горожане, жилье которых еще не отапливается, могут сообщить об этом по телефонам горячей линии Департамента городского хозяйства и экологии, а также единой дежурной диспетчерской службы Самары. Номера на ваших экранах, линии работают круглосуточно. Между тем, с помощью смартфона и специального приложения под названием «Госуслуги.Дом» собственники могут передавать показания счетчиков, оплачивать коммунальные услуги и даже проводить общедомовые собрания. О возможностях нового государственного бесплатного сервиса рассказывают представители региональной ГОЖИ в инспекции на специальных семинарах. Мои коллеги продолжат тему. Все данные о своей квартире на экране смартфона. В приложении «Госуслуги.Дом» можно также передать показания счетчиков, оплатить счета ЖКХ без комиссии и даже участвовать в собраниях по общедомовым вопросам. Причем такое голосование абсолютно прозрачно, ведь его результаты видны каждому из собственников. Это, конечно, удобно, потому что сейчас преимущественно молодежь. Несмотря на то, что дом старой хрущевской постройки, молодежи у меня очень много. И есть такие возрастные люди, которым мы помогаем. А молодежь, да, они, конечно, требуют современного общения и современного стиля жизни. В качестве помощника работает специальный чат-бот. Этот сервис помогает направлять обращения к коммунальщикам, причем ответ приходит в течение недели. Более 500 тысяч собственников квартир со всей страны уже воспользовались услугами сервиса. Чтобы пользоваться этой системой, нужно скачать приложение госуслуги.дом, авторизоваться через свою учетную запись в госуслугах. Чтобы разъяснять жителям все функции нового приложения, ГЖИ Самарской области проводят специальные семинары. Это мобильное приложение сделано на базе государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, которое выбрало в себе все плюсы, которые обладала эта система, а также дало возможность использовать все возможности с помощью мобильного приложения. Хочу подчеркнуть, что данная система является государственной и абсолютно бесплатной для всех собственников. Информационно-правовые семинары и индивидуальные консультации для председателей советов и актива МКД в рамках проекта «Мой дом» проходят по всему региону. Главные направления проекта — консультирование и обучение председателей советов МКД, председателей ТСЖ и ТОСов. Мария Левина, Владимир Терентьев. Новости губернии. Предупрежден, значит вооружен. О происшествиях и людях, которых разыскивают правоохранители, в обзоре моего коллеги Николая Гришечкина. Неприятная встреча поколений произошла в Борском. Там на перекрестке столкнулись две легковушки. 86-летний мужчина за рулем «Лады» 12-й модели не уступил дорогу старенькой «Ауди» под управлением 18-летнего парня. Удар был довольно сильным. С места ДТП госпитализировали обоих водителей. Стоит отметить, что у пенсионера права управления автомобилем не было. В Тольятти полицейские ищут двух мужчин, которые в торговом центре похитили мужскую куртку и при этом попали в объективы камер видеонаблюдения. Кража произошла в автозаводском районе города. Оба мужчины средних лет, у них черные волосы, носят бороды. Если вам что-либо известно о местонахождении подозреваемых, просьба позвонить по номеру дежурной части, который указан на экране. Конфиденциальность гарантируется. И еще об одном розыске. На этот раз в Самаре. Неизвестный мужчина похитил телефон из рук медсестры. Произошло все в дорожной клинической больнице. В момент бегства грабителя запечатлела камера наружного наблюдения. Подозреваемому 30-35 лет был в одежде черного цвета. Информацию, которая поможет задержать преступника, просят сообщать по номерам, указанным на экране. У меня на этом все. Берегите себя. Сегодня, 11 октября, Международный день девочек. Он был провозглашен в знак признания прав девочек-подростков, в частности, на безопасность, образование и здоровье. В чем преимущество принадлежности к прекрасному полу, а в чем сложности, мы спросили у жителей Самары. Мы имеем очень много прав в 21 веке. И это хорошо, потому что раньше такого не было. Мы можем работать так же, как и мужчины. Можно одеваться, как хочешь. Можно... Все можно. Во-первых, одежда полегче, чем тогда. Тяжеленная такая была носили, вот если смотреть по этим. Потом и развитием, можно учиться, можно получить, можно занять должность соответствующую. Мужчине даже можно выше иметь. Думаю, многие женщины работают на мужских работах, а многие мужчины работают на женских работах. Ну, это равноправие просто. Она умеет очаровать, обаять. Где-то нужно мужчина, этого не сможет сделать. А женщина своей харизмой, своей улыбочкой, почему и нет? Вы знаете, я работаю в сфере услуг достаточно долгое время. Уже лет 12. Гостиничный сервис, скажем так, индустрия путешествий. Я по большей части работаю в женском коллективе всегда. Девочки занимают руководящие должности. Девочки занимают все должности практически. Мальчиков мало. Скажем так, я в меньшинстве. Благодаря развитию, наверное, нашего общества, социума в целом, это здорово. Девочки могут носить все, что им издумается. Мальчики могут носить все, что им издумается. Никто никого не осуждает. Ну, в прогрессивном, скажем так, обществе. Корсеты не носить, да. Удобная обувь, может быть. На девочке забудут много. Семья, семья. Надо сохранить мир, урегулировать, чтобы в семье было мирно, ладно. Где-то уступить, но кажется, что это он сделал. Ну, получается, что потихоньку довести до этого. Надо уметь сохранить мир и лад. Мы с вами сейчас живем в том обществе, где, в принципе, отсутствует вот эта вот принудительная, такая патриархальная, вот эта вот, я бы сказал, структура. Занимайся чем хочешь. Нет никаких сложностей. Все супер. В том, что их очень сильно сексуализируют. Ну, если только вот одной там пакеты тащить, тяжелые. Если нет автомобиля своего, вот так сказать. Ну, и там на этаж куда-то вверх поднимать. Рожать и воспитывать детей. Совмещать семью, дом, детей и еще развиваться самой, как женщине. То есть она женщина, что принимает участие в каких-то программах, каких-то этих, и на работе она активная. И плюс еще дом и дети. Вот это сложно. А сейчас важная информация для метеочувствительных людей. Сегодня и завтра Самарский регион накроет магнитные бури. Сейчас они усиливаются после небольшого спада. Ну, а завтра утром и до 13 часов геомагнитные возмущения достигнут существенных 3-4 баллов. Врачи рекомендуют внимательнее отнестись к своему здоровью в такие периоды. Возможны головные боли, учащенные сердцебиения, слабость, обострение хронических заболеваний. Даже абсолютно здоровые люди могут почувствовать недомогание. Постарайтесь не переутомляться, уделить все время прогулкам на свежем воздухе, а при ухудшении самочувствия обратиться за медицинской помощью. Прямо сейчас прогноз погоды, а сразу после эфир канала «Губерния» продолжит сериал «Дом спящих красавиц». Но у меня пока на этом все. Всего доброго. Царь трапезничать желает. Вы же стол прошлого дня в гневе сломали. Тогда сталь новый, хороший, красивый, прочный. Это что, разве в странах заморских? Их ты, ха-ха-ха, чьих будет? Так из интермебели, царь-батюшка. Интермебель. И царь, и люд все мебель найдут. Может мне еще и стульчик новый подобрать? Молоко, кефир, сметана, любит папа, любит мама. Вкусно, просто, и реально, и реально натурально. Молоковье все живое. Молоковье свое родное. Настоящее здоровье. Молоковье на здоровье. Лечение геморроя и других заболеваний прямой кишки. Действует специальная цена на прием проктолога. Самарский диагностический центр. Мяги 7А. 300 ровно. 44-63. В четверг в Самарской области будет облачно. С прояснениями без существенных осадков. Днем плюс 4, плюс 9. Ночью плюс 3, плюс 2 градуса. Ветер будет дуть юго-западный. Со скоростью 7-12 метров в секунду. Местами порывы до 18. На севере и западе в дневное время плюс 4, плюс 7. На востоке и юге плюс 6, плюс 8. Погода в Самаре ожидается пасмурной. Днем 1,7 градусов тепла. Ночью 0, плюс 2. Атмосферное давление в пределах нормы 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 89-100%.